командир это наша защита наша опора он очень опытный герой россии вообще очень хороший человек поэтому конечно мы всегда прислушиваемся он помогает поддерживает любых ситуациях и по обучению и каким-то бытовым вопрос я родился в городе червень это 65 километров от минска в сторону могилева небольшой такой городок там же закончил школу и оттуда поступал в летное училище свое время был там на одним из центров партизанского движения про него упоминал михаил задорнов в одной из своих выступлений когда ведь была очень маленький городок это название сказал но в этом на еде стоит пушка сорокопятки написано большими буквами добро пожаловать но я в каждом полете стараюсь сделать обязательно кадры и минска и своего города на это очень много времени потому что то орбита не проходит а погода не позволяет но тем не менее фотографии родных мест у меня есть и в крайнем полете я от фотографировал все областные центры и республики но вот тоже есть фотографии но и надеюсь в этом полете тоже повезет и привезем очень много фото и видеоматериалов удачно вышел да удаши мы с ними встретились по моему здесь центре потому что во-первых пётр ильич он был начальником центра но это было еще дом его прихода вот владимир васильевич приезжал сюда на какие-то торжества по моему и так но он уже знал что я белорус и тогда вот по моему из его уз прозвучало что наконец-то появился третий белорус в отряде вот можно будет сообразить на троих это было его фраза причем когда приезжали сюда по моему 6 7 претендентах вместе президентом республики он тогда еще как-то обозначил внука еще не было утвержден как командир экипажа говорит что вы переживаете олег вас 8 все будет хорошо типа считаю так очень подобран достойно очень грамотно 3 секунды уже готовилась и летал на союзе а вот у марина всеверская тоже подготовка идет очень хорошо но если быть откровенным то я сначала хотел быть моряком дальнего плавания не знаю откуда появилась такая у меня мысль как проживая в беларуси где нет у нас прямого выхода к морю но я очень много читала художественной литературы и вот возомнился именно моряком дальнего плавания а когда уже брат игорь поступил лет на училище начал рассказывать именно про авиацию про полеты я помню что принципе такой же океан только воздушный естественно летать управлять самолетом в одиночку это нового интереснее чем ходить на корабле по водным просторам и очень быстро скажем так я вот переключился не на непосредственно подготовку в поступлении в летное училище перед окончанием школы я уже был таким осознанным выбором поступить в летное училище в борисоглебское летное училище имени Чкалова и в 88 году я уехал туда на экзамены даже не побывал на свой выпускном вечере то есть очень рано пришел вызов в училище выпускной будет только через неделю или полторы приехали на обучение нас поставили в известность что нас будут переводить по разным училищам вот и так сложилось что попал просто есть кому-то прилетели начали учиться отлетали полностью всю программу подготовки до выпускного курса сдали госэкзамены еще в Ейском училище и потом получается его официально закрыли сократили и мы поехали на выпуск уже в Каченское училище получается все-таки закончил Ейского училища диплом у меня Каченский после Каченское училище нас отправили обратно в Борисоглебск который на тот момент стал центром боевого переучивания летного состава и там было определено две эскадырии на МИГ-29 и на СУ-25 вот без нашего веда нас спокойно разделили я попал именно в эскадриллер летающих на СУ-25 и начал проходить переучивание уже с Л-39 на СУ-25 на боевой самолет и потом уже постепенно постепенно начали выполнять полеты готовиться согласно курса боевой подготовки медленно но уверенно дошли до уровня когда нам начали уже доверять выполнение боевых задач первый мотоцикл был отцовский на котором просто баловались он не заводился этой лапки которая нужно было раскручивать старше мы с соседскими друзьями расталкивали и по очереди гоняли потом по улице полчаса в 6 классе покатался естественно потом уже поступил в училище и мотоцикл не ушли на очень далекий задний план вот а возможность приобрести мотоцикл появилась здесь чем я сдал на права отдельно здесь щелково сдавал и только тогда я купил honda shadow то есть по хорошему мне только второй нормальный мотоцикл когда вот так вот загрузить на подготовке действительно очень помогает гонять не надо особо я не люблю быстро ездить на мотоцикле а просто спокойно покататься так вот в свое удовольствие пока не замечаем появилось такое желание во время службы в буденовске пускай там лесов практически нет в основном степи вот тем не менее вот первое опытное но мы начали когда ходить на зайца вот это я понял что охота мне очень нравится причем любом виде или так вот ходить очень много проходить большие расстояния в поисках дичи как зайца или где-то сидеть в засаде потом в лесу то есть и тот и другой способ охоты для меня это подходит даже если не удается выстрелить там взять зверя добыть по крайней мере от контракт отдыхаешь душу очень много общаюсь с ними дочерьми со старшей с младшей нравятся поездки опять же в этом составе в москву на разные детские мероприятия в музеи ну наверно человек доходит до какого-то уровня когда понимаешь что на этом этапе своего мастерства он уже в принципе может делать все естественно когда есть здоровые желания служить и летать то хочется наверно все-таки расти по карьерной лестнице передавать опыт уже более молодым летчикам и для этого соответственно уже закончить военно-воздушную академию получить уже высшее военное образование приехали представители церкви подготовки выпускной год 2006 искали что в этом году в центре подготовки проводится набор в отряд космонавтов мы горит по давней традиции сюда приезжали в академию и предлагали скажем так абитуриентом пройти отбор у кого было желание естественно я конечно написал рапорт как военнослужащий туда желаю да хочу но это было написано без особой надежды потому что на тот момент вообще не стал себя рядом там не с гагаринами сливоновым не с волыновым просто как-то длина может больше для очистки совести чтобы когда дети спросили по почему-то не попытался я пытался но не получилось дети я приехал полк сказал об этом командиру сергей иванович кобылаш что проходил отбор я его прошел что меня берут в отряд не морочь мне голову два я принимаю эскадрилью и летая с молодежью я принял эскадрилью начал летать и когда помоги то есть в начале февраля до пришел приказ о переводе меня уже из буденовского полка я опять туда же попросился центр подготовки в эту воинскую часть и сергей вам сказал что никаких те переводов и единственный кто за три года вернулся из академии обратно я летчику отправляю они остаются там все а ты вернулся служил летать никуда не поедешь я помню неделю-две подождал пока остынет командир еще раз подошел ага сергей ваш ну когда еще штурмовик нашего полка попадет в отряд космонавтов реже полк про нас прославлю штурмовую авиацию и тогда он согласился флаг ВВС и тот тот род войск и вид авиации в котором служил очень долго 10 лет по знамя которым мы выполняли все государственные задачи это был полет с двенадцатым тринадцатый год как раз когда мы первый раз встретили новый год на орбите в экипаж ходила кроме меня евгений тарелкин наш космонавт и американец кивин форд чем кивин форд первым не сказал что он полетит скажем так составе нашего экипажа от него я же узнал что нахожусь уже в экипаже я тогда был представителем цпк в хьюстоне вот и кивин форд подошел представил я кивин форд вот американский астронавт я ему представился он говорит я полечу с вами вместе на международную космическую станцию очень рад хорошо когда ну вот мы нас уже создан экипаж вы командир там евгений тарелкин и я вот от него первое раз узнал а когда уже приехал сюда после работы в хьюстоне действительно получил подтверждение в этом первое наверно была самая такая спокойная вот вторая немного отличалась тем что уже в экипаж не было два иностранца в автомате из кейтеги лицам то есть я тоже накладывал свой отпечаток и на характер подготовки и на работу на орбите но вот остались только хорошее впечатление но от кого кусочек как ломбы скажем так а мы принципе ничего критично ни на что не влияло но факт есть факт я об этом доложил вот и земли пошли соответственно рекомендации каким образом можно отремонтировать в условиях невесомости на мкс вот этот отколотый кусочек и меня получилось только это качественно сделать третьего раза олег олег а что вас беспокоит на самом деле кроме того что похож на стакан лимонада с трубочкой это смешно она не укладывать голове как может просто простых людей да вот по кризису и режиссера подготовил все принять такое решение о полете потом быстро их подготовить полету потому что для антона тоже надо было такое хорошее испытание лететь с двумя непрофессионалами я был поражен что когда ребята прилетели юлия с кримом буквально следующий день они с утра уже приступили к съемкам то есть настолько не была сильная мотивация выполнить этот проект что у них должна не было намеку на какую-то космическую болезнь ну известно стало еще надо нашего старта разговоры пошли но скажем так мы к этому носились очень спокойно то есть воспринимали просто на уровне разговоров когда уже начали знакомиться с климом шипенко когда он предоставил нам сценарий мы тоже читали носит вы пили пытались нести какие-то корректируют а что касалось причины травмы космонавта там какие-то еще нюансы связаны с работой на орбите вот уже познакомились с несколькими актрисами которые претендовали на главную роль ну и надо не более того и потом из петра улетели а здесь вы остался антон со своим экипажем и то что экипаж прилетит на станцию наверно до последнего момента мы как-то не верили вот но когда они же приехали на бэканеру поняли что этого не избежать начали уже готовится нам начали менять режим работы немножко поскольку по мы прекрасно понимали что какую-то какие-то эксперименты будет нож отодвинуты в сторону потому что все свободное время будет заниматься именно съемка фильме вызов были наверно как это попытки ли желание клима скажем наверно как-то улучшить какой-то кадр сделать какой-то дубль я понимаю и потом это убедился в этом что на земле могут снимать бесконечно долго пока режиссер это не удовлетворит но у нас то что она был плюс у нас было ограничение по времени если у нас время выделено съемку заканчивалась тоже никаком последующем дубле разговор не шел как бы клим не просил ребята давайте еще разу попробовать быть здесь чудо делаем добавим переделаем к ним извини вас стрелочка стала на какую-то цифру у меня даже для дуга работа я не вправе ее отбрасывать ради съемок это было восхищение просто так подсознать о себе прислушиваться потому что никто не может объяснить что ты почувствуешь что ты видишь каждый снимает по-разному выход поэтому к себе как-то я прислушивался а когда уже наполовину вышел с выходного люка и карабин и зацепился снаружи то как-то все мысли ушли назад и в голове вставка циклокрамма выхода то есть спокойно вышла работаешь работаешь отдыхаешь посмотрел на землю на станцию 5 работаешь не передать это невозможно даже ни одна самая хорошая камера ли фотоаппарат не могут передать вот эти краски пространство объем веселый и 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 Субтитры создавал DimaTorzok